Здравствуйте! Вы смотрите программу «Учимся дома». Меня зовут Владислав Изюменко, и мы на студии 41 продолжаем совместный проект с 9-й гимназией. Напомню, преподаватели этой гимназии приходят к нам в студию и продолжают свои уроки в нашем эфире. Сегодня у нас в гостях Гляхина Фаридара Фаиловна. Фаридара Фаиловна, здравствуйте! Здравствуйте! Насколько я знаю, у нас сегодня урок английского языка и урок преимущественно для девятиклассников. Какая тема нас ждет? Да, мои девятиклассники сейчас бы проходили тему «Reported speech», это косвенная речь, и, пользуясь случаем, с экранов телевизоров объясню сейчас, в чем разница между «Reported speech», «Direct speech» и как мы переводим прямую речь в косвенную речь. Ну, собственно, здесь тоже есть свои правила, как и в русском языке, это все отличается, и все нужно знать, как переводить. Абсолютно верно. Вот на следующем слайде мы сейчас увидим, «Direct speech» — это речь какого-нибудь лица, передаваемая буквально, да, то есть я сейчас уже говорила, что «Direct» очень знаком нынешней молодежи по Инстаграму, то есть когда мы прямо, напрямую обращаемся к тому, кому мы, собственно, с кем мы общаемся. И «Reported speech» — речь передаваема не в слово в слово, а по содержанию, то есть мы передаем смысл того, что хотели бы сказать. Следующий пример, пожалуйста. И вот на следующем примере мы увидим, в чем разница при написании «Direct speech» и «Indirect speech». Так же, как в русском языке, прямая речь на письме обозначается кавычками, выделяется кавычками. Но в чем разница? Кавычки, если вы видите, стоят вверху и в начале, и в конце предложения, и слова автора отделяются запятой, не двоеточием, не тире, как в русском языке, а только запятой. Это часто распространенная ошибка у детей, когда они переносят правила русской пунктуации в английский язык. И смотрите, мы говорим «He says I am well today». Если у нас слова автора остаются в настоящем времени, здесь мы меняем только местоимение и согласуем с ним сказуемое. «He says that», «that» стоит в скобочках, потому что можно опустить, «that he is well today». «He», здесь «he is», потому что третье лицо, единственное число. «She likes, I like it here». «She says she likes it here». Здесь только поменяли лицо. «She likes», третье лицо, единственное число, добавляем «s». И «he» меняется на «the», но об этом мы еще тоже поговорим. Притяжательное местоимение тоже соответственно меняется. «She says my friend was traveling», «she says her friend was traveling». И опять же, если это предложение в прошедшем времени, а слова автора в настоящем, мы ничего не меняем, кроме местоимений. «He says that he played football». То, как на письме выглядит. То есть мы прощаемся с кавычками и меняем местоимение, согласуя его при этом со сказуемым. Следующий слайд, пожалуйста. Косвенную речь, прямая речь представляет собой вывестовательное предложение, может быть, в форме вопросительного предложения и побудительного предложения. И на следующем слайде мы увидим глаголы, которые, как правило, вводят прямую или косвенную речь. «Say». «Say» или «tell» – самые распространенные глаголы. «Сказать». В чем разница? Часто путают. «Say that» – «сказал что-то» без адресата. Если есть адресат, тогда «say to somebody». «He says to me». Если мы употребляем глагол «tell», «tell» только с адресатом. «Tell somebody», «tell me», «tell her», «tell them». И так далее. То есть что мы делаем при переводе прямой речи в косвенную? На следующем слайде такой небольшой алгоритм. Сначала определяем тип предложения, утверждение вопроса или побуждение. Меняем по смыслу местоимения и порядок слов, если это предложение вопросительное. Рассмотрим на примере. Да, вот здесь пример. «I like the weather today». Погода отличная сегодня. «She says she likes the weather». Похожий пример у нас был. А вот следующий пример – это прямая речь, когда прямая речь представляет собой побудительное предложение. То производится следующее изменение. Если прямая речь – приказание, то вводится глаголом «tell» – «велеть» или «order» – «приказывать». Если это просьба, то глаголом «ask» – «просить». То есть мы заменяем глагол «say» на глагол «tell», «order» или «ask». «Ask» – это не только спрашивать, но и просить. И повелительное наклонение заменяется инфинитивом. Что такое инфинитив? Начальная форма глагола. С частицей? «To». Помните, хорошо, отлично. Это самый, в принципе, простой, но почему-то дети не верят, что так все просто может быть и допускают часто здесь ошибки. «Give me more information». Здесь «he tells», «he orders», «he asks». В зависимости от интонации может быть «to give him more information». Никаких двигов и прочих изменений с глаголом не происходит. Просто подставляем «to». Если прямая речь – это вопрос, вопрос может быть прямым, то при обращении в косвенную речь она становится дополнительным, то есть косвенным вопросом. И что происходит при переводе вопросов? Давайте следующий слайд посмотрим. Два типа прямых вопросов. Есть специальные и есть общие вопросы. Специальные начинаются с вопросительных слов «who», «which», «who» и так далее. Общие вспоминаем. Мы отвечаем на них «да» или «нет». Они начинаются со вспомогательного глагола, либо модального глагола. Если это у нас general question, «do likes of drinks», мы подставили вспомогательный глагол, это общий вопрос. Special question, «where is your case situated?» И здесь по-разному проходит перевод в косвенную речь. Когда прямой вопрос начинается с вопросительного слова, производится следующее изменение. Прощаемся с вопросительным знаком. В косвенном вопросе он не ставится. Порядок слов заменяется на повествовательное предложение с теми же изменениями, о которых мы говорили. И вопросительное слово служит для присоединения к косвенному вопросу. И пример. Сейчас мы увидим. Where is the case situated? He asks. Мы можем сказать. He wants to know. He wonders. Where the case is situated? Что произошло? Мы «is» поставили на свое законное место. То есть как в утвердительном предложении. И «where» осталось на своем месте. В общих вопросах, когда вопрос начинается со вспомогательного или модального глагола, здесь уже нужно вспомнить, что нам нужно подставить whether или if – частицу, которая имеет значение ли. Любишь ли? Нравится ли? Смотрел ли? И далее произвести те же изменения, что и при общем вопросе. И на примере это выглядит так. На следующем слайде. Do you like soft drinks? She asks. She wants to know if I like soft drinks. Что мы сделали? Мы убрали do, потому что мы его подставляем в вспомогательный глагол. Мы его не переставляем, а убираем. Подставили if и порядок слов как в утвердительном предложении. В следующем примере мы посмотрим, что есть… И казалось бы, все. Давайте вот здесь сделаем паузу и подведем итог. То есть для того, чтобы перевести из прямой речи в косвенную речь, что мы должны сделать? Первое – убрать кавычки. Второе – поменять местоимение. Определиться с типом предложения и, соответственно, произвести те или иные манипуляции с предложением, скажем так. И казалось бы, все. Но за что я люблю английский язык, когда вот есть правило, вроде бы все знаешь, но уже ага, нет, что-то еще. То есть когда у нас глагол… Мы рассматривали до этого, когда глагол был в настоящем времени. Если глагол ставится в прошедшее время, said, told, asked, а мы часто так говорим, он сказал, он спросил, он поинтересовался. Ну да, в русском языке это очень распространено. Да, мы можем сказать, он говорит, а мы можем сказать, он сказал в разных ситуациях. Так вот, когда глагол в прошедшем времени. Вот тут начинаются очень интересные изменения. Что мы должны сделать? Мы должны поменять форму глагола, сдвинуть назад. То есть если было настоящее время, оно стало прошедшим. Здесь на слайде вы видите основные вспомогательные модальные глаголы. Можно запомнить так, что an, is, are, это глагол to be в прошедшем времени, was, were. Can меняется на could, have, has, если вы видите в прямой речи, мы меняем на had, will, would, don't, на didn't, didn't, на hadn't done, was, were, had, been. То есть все глаголы как бы на шаг назад. Если это смысловой глагол, глагол в первой форме, ставим во вторую форму, глагол во второй форме, had плюс третья форма этого глагола. Break broke, took, had taken. И это явление называется очень красиво, мне нравится sequence of tenses, согласование времен. То есть по логике англичан, если глагол в начале предложения стоит в прошедшем времени, последующие глаголы не могут стоять в настоящем. Поэтому они все сдвигаются назад. И вот эта табличка, она показывает, такая с виду страшная, но много очень названий, но в принципе алгоритм такой present becomes past, past becomes past perfect. То есть сдвиг назад происходит. Present simple, past simple, present progressive, past progressive и так далее. Future simple, future in the past, это просто will, now would меняем, хотя такое название будущее в прошлом. Конечно, нужно ориентироваться хорошо во временах. Ну и помимо этого, это еще не заканчивается на этом, то, что нужно помнить в косвенной речи, потому что нужно помнить определенные слова и маркеры времени. То есть настоящее, это now, today меняется на then, the day, tomorrow, the next day, the following day, in today, today is later, ago, before и так далее мы видим. И еще меняется указательное местоимение this на that, например, this week меняется на that week. И местоимение указательное, если они подлежащие this и this, меняется на it и they. Конечно, это просто надо просто запоминать. Но, опять же, много-много правил и есть исключения. Что мы не меняем в косвенной речи, даже если слова автора стоят в прошедшем времени? Это предложение второго и третьего типа условных предложений. If I knew, I would help you. She said, if she knew, she would help me. Это условное предложение второго типа. И чтобы не запутаться во всем этом, потому что есть еще и третий тип, и там некуда сдвигать, мы оставляем так. Условное предложение первого типа меняется по общему правилу. Также к исключениям, ну как бы можно отнести, мы не меняем, опять же, напомню, когда слова автора стоят в настоящем времени, то есть не происходит вот это согласование времен. И если это, допустим, общеизвестные истины. Учитель сказал, вода замерзает при 100 градусах. The teacher says, water freezes at 100 degrees. И мы можем либо оставить в настоящем времени, либо поменять, если это не будет ошибкой. Ну и теперь попробуем попрактиковаться. Ох, это самое страшное, потому что я только хотел вам сказать, что вот неужели носители языка, они все вот прям соблюдают эти правила, грамматику, то есть это все у них на автомате происходит, потому что мне, как мне носителю, естественно, мне это кажется, что им это вообще невероятно. Скажите, вы носитель русского языка, вы соблюдаете же правила русского языка? Ну это да, это да. То есть вы их, может быть, учили в школе, или родители вам говорили, так нельзя говорить, надо говорить так. Да, конечно, и опять же, это зависит от уровня образованности человека. Чем образованнее человек, тем более грамотная у него речь. Ну то есть все, как и у нас. Конечно, конечно. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем. It is hot here. It is hot. Да, это предложение стоит в настоящем времени. Так бы, если бы на уроке было, у нас ответа бы не было, и нужно было бы дать ответ. Shrek said, да, здесь тоже довольно жарко. Shrek said, it, что мы сделали, is поменяли на was. На was. И here поменяли на there. It was hot there. Все очень просто. Ну здесь, конечно, нужно закрепить, сначала еще выучить все вот эти замены. Нужно знать время, да, нужно знать время и просто сдвигать назад. Не учить каждую замену отдельно, а просто знать принцип present becomes past. Ну то есть алгоритм понять, саму механику. Да, 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 да. Ну и хорошо разбираться во временах, конечно. Have you got anything else? Что это у нас за предложение? Определяем тип предложения. Have you got anything else? Это у нас вопрос, и вопрос этот какой у нас? Специальный или общий? Have you got? Боюсь ошибиться. Общий? Общий, да, да. Нет вопросительного слова. Поэтому у нас появляется if, Vinny the poor asked, if, и дальше мы меняем порядок слов на утвердительный. If he had got something else. Easy. Легко. Это я понял. Where has Jack gone today? Это тоже какой у нас тип вопросов? Так, сейчас, секунду. Where has Jack gone today? Так, ну это тоже общий вопрос. Это, нет, where появляется вопросительное слово. А, у меня там на экране не видно просто, да. Это специальный вопрос, поэтому where у нас остается. Has мы переносим, уже знакомый нам глагол. Has меняем на head, и today меняем на that day. The penguin wondered where Jack had gone that day. The next one. Ага, птичка, да. Почему люди не летают как птицы? Fly with me. The bird asked. Она просит. Полетели со мной. И здесь мы ничего никуда не сдвигаем. Мы просто что делаем? Ask у нас появляется. Да, ask просит. И подставляем to. To fly with her. Мы меняем на her, да, полететь с ней. Она просит полететь с ней. Who usually speaks definitely? Вот это интересный вопрос. Это вопрос к подлежащему. И вопросы к подлежащему, порядок слов прямой, как утверждение. Поэтому порядок слов мы не меняем здесь. Мы просто сдвигаем время назад. The duck wondered who usually spoke definitely. Speaks, поменяли на spoke. Speaks. Present simple. Прошедшее время spoke. Конечно, здесь нужно хорошо знать формы глаголов. В том числе. Да. И побудительное предложение в отрицательной форме. Don't be afraid of me. У нас появляется asked. Да, и появляется not to. To not. Not to be afraid of him. Опять же, побудительное. Так, ага. Have you realized reported speech? Поняли ли вы косвенную речь? The dolphin asked. If we had realized reported speech. Да, он интересуется. Прямо полный набор. Да, да, да. Поняли ли мы косвенную речь? То есть if, опять же, have realized. Меняем порядок слов. И past perfect. Ну, в принципе, вот это все, казалось бы, нам. Но нет. Не только русский язык великий и могучий. Английский язык тоже достаточно разнообразный. Могучий. Поэтому, да, могучий. Помимо глаголов say, tell, ask, существует очень много глаголов, которые вводят косвенную речь. И это одна из самых нелюбимых тем, их детей я знаю, потому что надо просто, как они говорят, тупо учить. То есть надо запоминать эти глаголы. Вот как учат таблицу умножения, так и учим глаголы. Глаголы, которые вводят косвенную речь. Мы можем сказать, он согласился agree, он потребовал demand, он предложил offer, он пообещал, он отказался, он угрожал, он заявлял. То есть очень много разных глаголов. И вот после этой группы глаголов мы используем to infinitive. То есть нам не надо сдвигать время назад, не обязательно, да. А мы можем просто сказать, he agreed to come. Допустим, в прямой речи он сказал, yes, I will come, да, я приду. И в косвенном игре мы говорим, he agreed to come. Или, допустим, потребовал, да, там, demand. Следующая группа глаголов после них обязательно должно быть, к кому он обращается. Посоветовал, advice. Allow, предложил. Ask, опять же, спросил. Beg, умолял. Command, командовал. Encourage, вдохновлял. Forbid, запрещал. Instruct, инструктировал. После этих глаголов всегда стоит, к кому обращается эта речь. И также to infinitive. И следующая группа глаголов – это глаголы, после которых стоит не infinitive и не сдвигаемое время, а инговая форма. Раньше она называлась герунди, сейчас это редко употребляется в современных грамматических учебниках. ing form ее называют. Это accuse – обвинять, apologize – извиняться, admit – признавать, boast – хвастаться, deny – отрицать, insist – настаивать, suggest – предлагать. Если мы посмотрим, почти после всех стоит предлог. То есть, если после глагола стоит предлог, после этого глагола стоит инговая форма глагола. Вот, в принципе, все, что нужно знать о косвенной речи. И дальше только практика. Ну, здесь, да, действительно очень много всяких нюансов, на которые, безусловно, стоит обратить внимание. Спасибо вам. Ну, а дальше, ученики, дело за вами. Продолжайте учить все исключения, все глаголы, все формы, как все это меняется. Потому что, мне кажется, все было доступно и понятно. И вы со всем обязательно справитесь. А мне остается напомнить, что мы увидимся в следующих выпусках программы «Учимся дома». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!